Давайте начнем. Меня зовут Яицкий Игорь, я работаю разработчиком интерфейсов компании Aplus S Transproject. И сегодня я расскажу, как мы работаем с картой при разработке нашей веб-платформы Rhythm. Давайте начнем. Наша компания Aplus S Transproject занимается проектами и научными исследованиями в области транспортного планирования и моделирования транспортных потоков. Также мы разрабатываем IT-решения для управления транспортными системами. Одна из проблем подобных IT-решений заключается в том, что в их разрозненности как в рамках целых регионов, так и в рамках условно одного города. Так как этим могут заниматься различные приложения, у них разный интерфейс, они заточены только под какие-то локальные данные. И проблема есть в их объединении как раз. И чуть больше года мы занимаемся разработкой веб-платформы Rhythm, которая как раз-таки объединяет в себе все существующие транспортные системы в единое цифровое пространство. Эта платформа предназначена для транспортных инженеров, для сотрудников комитета по транспорту, институционных центров и центров организации дорожного движения и многих других пользователей. Я перечислил основных. Сейчас в стадии активной разработки находятся два направления. Первое направление — это GIS Exode Online. То есть это про просмотр объектов транспортной инфраструктуры, их многочисленные атрибутики и просмотр их развития с привязкой ко времени. И второе большое направление — это моделирование транспортных потоков. Это как раз-таки про создание транспортных моделей различных уровней, микро-макро-модели, их редактирование, опять же, внесение изменений, запуск определенных специфических расчетов по этим моделям и просмотр, визуализация этих результатов. Много непонятных слов, но на самом деле, что важно понимать, что наша веб-платформа работает с данными транспортных систем. Транспортная система включает в себя два больших понятия. Это, во-первых, транспортное предложение и, во-вторых, транспортный спрос. Первое — включают в себя как раз-таки объекты транспортной инфраструктуры, вокзалы, остановки, маршруты и все из этой области. И второе — это как раз-таки пользователи и их перемещение. Важно то, что практически все эти объекты имеют геопривязку. То есть если мы говорим с вами про маршрут, мы говорим исходную точку и конечную точку. Говорим, как пролегает сам маршрут. Я думаю, это понятно. А опять же, как мы все с вами знаем, самый удобный инструмент для анализа и для работы с подобными геоданными — это карта. Поэтому одним из основных модулей нашей системы, нашей веб-платформы является как раз-таки карта. Всем привычная. Какие задачи мы ставим перед модулем карты? Во-первых, это визуализация данных и аналитика по ним. Объектов много, их надо отображать на карте. Соответственно, наши карты должны уметь это делать. Мы хотим редактировать объекты, геометрию именно объектов. Мы должны редактировать как обычные примитивы, точки, линии, полигоны, всем знакомые, так и более комплексное редактирование транспортных моделей, когда на обычное редактирование накладываются определенные условия ограничения. Ну, ради примера, что точка остановки может быть установлена либо только в транспортном узле, либо только на транспортном отрезке, а не просто в любом месте на карте. Ну и таких условий ограничений достаточно. Ну и плюс, конечно же, мы занимаемся разработкой дополнительных модулей именно внутри модуля карты. Это различные режимы, либо инструменты, заточенные под какие-то узконаправленные задачи. Исходя из наших целей, которые преследует платформа и нашего модуля карты, мы сформировали определенные требования к нашим картам. Во-первых, это возможность гибкой настройки объектов на карты. Я еще раз повторюсь, что объектов очень много, они все разные, и у них очень многочисленная атрибутика и различается от слоя к слою. Поэтому мы хотим дать пользователю возможность гибко настраивать их отображение на карте. Во-вторых, это необходимость отображения большого количества объектов. Для примера скажу, что если мы возьмем транспортную модель Москвы и слой транспортных отрезков, то их количество объектов в этом слое, одном слое транспортной модели, порядка полумиллиона. А это только один слой из многочисленных слоев модели. Есть еще транспортные узлы, коннекторы, зоны, маршруты, точки остановок и многочисленные другие. Суть в том, что наши карты должны комфортно работать пользователю с большим количеством объектов. Следующее требование, конечно же, масштабируемость, расширяемость. Так как есть необходимость разработки дополнительных модулей, мы должны легко расширять наш модуль и масштабировать его. Отдельно следует отметить, что мы не ставим перед собой цель разработки своей библиотеки для рендеринга карт. Мы в данном контексте являемся именно пользователем таких инструментов. Поэтому мы не хотим сами эту библиотеку писать. Мы хотим взять готовый инструмент и расширять его для нашего многочисленного функционала. Ну и последнее требование я вынес тоже дополнительно. Наша платформа, мы очень любим Vue.js. Мы пишем не на React, мы пишем именно на Vue. И поэтому мы хотим эту библиотеку, которую мы будем использовать, интегрировать именно с Vue. Как мы с вами понимаем, таких инструментов, таких библиотек, которые предоставляют возможность рендеринга карт, очень много. Как от гигантов Google, Яндекса, так и различных обмот-сорс-проектов. Поэтому мы знакомство, наш опыт работы с картами начали еще давным-давно, еще до платформы Rhythm и начинали свой опыт со знакомства с библиотекой Leaflet. Потом мы уже в Rhythm начали использовать Cezium с OpenLayers. Два отдельных модуля было. Потом Cezium сменился на Deck.JL. И в итоге мы пришли к связке Mabox.JL плюс Deck.JL. Основание для выбора того или иного инструмента, наиболее удобного для нас, оно основывалось, понятное дело, на базе определенных критериев. Эти критерии — это как раз-таки те проблемы, с которыми мы сталкивались при работе с картами, и преимущества, которые нам давали плюшки, условно, которые нам давали те или иные библиотеки. Поэтому я хотел бы на них остановиться подробнее. Еще раз, когда я говорю про проблемы, это не проблемы отдельных библиотек, это проблемы, с которыми мы сталкивались при взаимодействии с этими библиотеками. Потому что никого не хочу обидеть, писать собственную библиотеку — это огромный труд. Первая и самая важная проблема, с которой мы столкнулись еще давным-давно, при первом нашем опыте, — это рендеринг на SVG. Как вы понимаете, что если нам необходимо отрендерить несколько тысяч объектов, то каждый один объектик на карте — это будет отдельный SVG-элемент. В дом-дереве все это захламляется и приводит к очень низкой производительности. Не круто. Вторая проблема, как я вам уже говорил, что объектов транспортной структуры очень много. Полмиллиона — это только начало условно таких больших объектов. Поэтому размер данных, который передается с сервера на клиент, он очень большой. Соответственно, мы должны уметь работать с таким количеством данных. Третья проблема, она уже касательно библиотек, что не у всех библиотек был удобный IP для редактирования геометрии объектов. Где-то нам приходилось писать все это с нуля, просто навешивая обработчики, приходилось писать все эти сущности самим, начиная от редактирования точек, заканчивая каким-то сложным редактированием. А какие-то библиотеки, как DECGL, допустим, имеют уже готовые решения с редактированием, но они заточены только под React.js. А как мы помним, мы пишем на Vue, нам бы хотелось какую-нибудь нативную JS-реализацию. И последняя проблема, с которой мы столкнулись, это предел количества отображаемых объектов для комфортной работы карты. У разных библиотек это количество разное. Некоторые будут вести себя адекватно, условно, на 4000 объектах, а потом вы будете увеличивать количество отображаемых объектов, и с карты уже будет работать не очень классно. А у некоторых библиотек, которые работают, условно, на WebGL, это количество возрастает, и вот этот предел, количество для комфортной работы, он выше. И мы тоже основывались, соответственно, на этом. Ну и про удобное использование только с React, я уже упомянул, это тоже для нас было определенной проблемой. Но это проблемы. И это основные проблемы. Понятно, их было больше, но они не очень интересные. Но положительных моментов гораздо больше, и это хорошо. Во-первых, следует отметить, что все используемые библиотеки, которые мы пробовали, они все прекрасно работают с базовыми функциями. То есть отображение объектов, изменение параметров объектов на карте, изменение цвета, размеров. Так или иначе, каждая библиотека с этим справляется на ура. Просто где-то это более удобно кому-то покажется, где-то менее удобно. Второе большое преимущество, положительный момент, это то, что некоторые карты работают с WebGL. Cezium, DeckGL, MobogGL. Это было одно из основополагающих их преимуществ, потому что производительность при рендеринге карт на WebGL очень резко возрастает. Следующее, что хотелось бы тоже отметить, это 3D-режим. Наши первые карты работали только в 2D-режиме, и когда мы увидели возможность создать крутую современную 3D-карту, то, конечно же, мы сразу начали оценивать это как преимущество. Cezium, DeckGL, MobogGL это прекрасно делают. И отдельно хочется отметить возможность загрузки 3D-моделей. У нас было участие небольшое в проекте, в котором необходимо было в WebB нарисовать высокодетализированную модельку результатов лазерного сканирования. Кто знает, это способ геодезической съемки строительных объектов, моста. И надо было красиво нарисовать его в WebB. Вот для таких целей Cezium, DeckGL отлично бы подошел, это было бы классно. Еще положительные моменты. Следует отметить про то, что я говорил, предел количества отображаемых объектов для комфортной работы. Это как раз-таки про высокую производительность в рамках наших задач. Алло? Слышно, да? Окей. Соответственно, высокая производительность лучше всего… в плане производительности лучше всего себя показали как раз-таки DeckGL и MobogGL. Опять же, затрагивая тему про редактирование геометрии, здесь хочется отметить две библиотеки. Во-первых, это OpenLayers. Мы, когда работали с OpenLayers, мы полноценно написали базовую версию редактирования как обычных примитивов, так и транспортных моделей в OpenLayers. Там очень удобно. Есть такие сущности Interactions, Select, Draw, Modify. И добавляя их на карту, вы, соответственно, можете обеспечить все возможности выделения геометрии объектов, редактирования существующей геометрии, либо создания новой. И плюс, если вам нужны какие-то дополнительные условия вашего редактирования, как в нашем случае нужно было, вы можете прокидывать в каждую сущность определенные кондишены, обычные функции, которые возвращает true-false. И вы можете, допустим, говорить, что рисование этой линии начнется только если там есть под ней вот такая точка с таким айдишником. Ну, я думаю, здесь понятно. Но потом в нашу жизнь пришел Mapbox, и его библиотечка для рисования Mapbox Gel Draw. И там есть такие сущности, как mods, режимы. И для нас это было суперидеальным решением. Все были счастливы, фронтендеры. Ну, я один. Потому что, во-первых, есть обычные режимы, которые можно просто рисовать точку, полигоны, либо линию, выделять объекты на карте. Но также вы можете писать кастомные режимы, любые. На Medium есть несколько статей, но они англоязычные, но там достаточно простые, буквально на одну страничку, на пять минут чтения, которые позволяют писать любой режим, который вам захочется. Допустим, в нашем случае, когда мы хотим создать точку остановки на маршруте образно, то мы просто пишем свой собственный режим, где описываем объект, в котором мы просто описываем, что, допустим, при клике рисование геометрии будет происходить только тогда, когда под нашим курсором, в каком-то диапазоне у нас есть маршрут. То есть это очень просто, и такие кастомные режимы очень удобно создавать. И на самом деле, сколько слоев у нас редактируемых в модели есть, столько режимов мы и написали на фронтенде, и это очень удобно с этим работать. У меня потом припасены демки, я покажу, как это выглядит. Пока теория, матчасть скучная. Следующий внешний вид слоев и карт. Здесь отдельно хочется упомянуть, во-первых, Mabox, во-вторых, DECGL, потому что, увидев один раз эти карты, пощупав их, даже посмотрев просто примеры, вы, ну, влюбляетесь в них, они притягивают в Unlove. Ну, я не знаю, как это объяснить. В общем, это очень круто выглядит. А когда вы добавляете это себе в систему, и когда вы начинаете с этим работать, ну, это становится очень классно, и сложно от этого потом отказаться, несмотря на все другие их преимущества. Ну, и отдельно хочется отметить, так как я постоянно разрабатываю, да, я пишу в основном карты, да, у нас, и это документация и вообще в целом экосистема Mabox. Потому что, во-первых, библиотеки, которые они предоставляют, дополнительные плагины, как для редактирования, Mabox Gel Draw, так и такие инструменты, Mabox Studio, Mabox Cartogram, которые позволяют тоже вносить в ваши карты очень классные вещи. Ну, то есть с ними нужно просто один раз познакомиться, вряд ли вы потом когда-нибудь от них откажетесь. Ну, и наш выбор, конечно же, да, это Mabox, это его экосистема. Мы используем Mabox Gel как основную библиотеку, мы используем Mabox Gel Draw как редактирование геометрии, мы используем DEC Gel для дополнительных слоев, я еще покажу, там, как именно мы это используем, и, соответственно, TERF, я думаю, если вы так или иначе связаны с картами, вы понимаете, что такое TERF. Это библиотека со вспомогательными инструментами. Допустим, вам нужно посчитать линию со смещением каким-то, либо найти точку, ближай сюда перпендикуляр к линии провести, либо там просто каких-то пустышек создать, да, точек. Это все с этим прекрасно справляется TERF. Но, если у вас перед вами стоит какая-то задача, связанная с картами, и у вас есть какие-то дополнительные, так сказать, условия, либо ограничения, как у нас, да, что мы должны работать с большим количеством объектов, мы не просто ставим точку на карте и показываем расположение нашего офиса. Ну, немножечко сложнее мы хотим делать вещи. И поэтому, какой инструмент бы вы не вырисовывали, он чудесным образом не справится с вашими задачами. Поэтому нужно так или иначе научить вашу карту работать с теми объектами и по тем принципам, которые вы закладываете в свою систему. В нашем случае нам нужно было, ну, во-первых, мы сделали выбор в пользу WebGL, да, это понятно, мы выбрали Mapbox GL, и мы сделали выбор в WebGL, это очень круто работает с производительностью и с большим количеством объектов. Но также нам нужно все равно было поработать с данными. Данных много, миллионы, и нужно все равно вскармливать их в Mapbox порционно, да. Ну, как бы рендерить полмиллиона объектов, такая неповседневная задача, это плохо делать. Поэтому, во-первых, мы сделали векторные тайлы. Мы на клиента с бэкэнда передаем только те данные, которые нам необходимы в рамках данного экрана. Когда пользователь перетягивает карту, данные перезапрашиваются. Запросов становится меньше, работает это все достаточно быстро. Во-вторых, как я уже говорил, что объекты транспортной инфраструктуры сложны. В них может быть порядка 50-60 атрибутов. Есть, конечно, простые по 10 атрибутов, но в целом это очень большие данные. И гонять их все туда-сюда не нужно, потому что пользователь может до этих атрибутов и не доберется никогда. Поэтому при первом включении слоя мы передаем только ID-шник и геометрию. Поэтому наш запрос данных, он очень маленький. А потом, если пользователь захотел вывести в поп-ап название, либо отклассифицировать по цвету, по какому-то атрибуту, мы просто добавляем это в запрашиваемые поля, обновляем данные на карте и при следующем запросе мы берем уже ID-шник, геометрию, name и какой-то атрибут, который захотел пользователь. Оптимизация, оптимизация. Классно. Еще про одну оптимизацию я выделил в отдельный пункт, потому что это очень важно, и многие это делают, и это правильно. Это упрощение геометрии в зависимости, геометрии объекта в зависимости от зума. То есть когда у вас есть улица какая-то со сложной геометрией в Москве, классно ее видеть. Вы смотрите прямо на нее, но когда вы поднимаетесь на уровень страны, неважно, там две точки или тысяча точек. Поэтому, соответственно, чем меньше наш зум, тем проще становится геометрия. То есть на бэкенде есть функция simplify, условно, которая упрощает геометрию и отдает уже упрощенные нам данные. Окей. Это немножко матчасти, и то, какую библиотеку мы используем, почему и каким образом мы улучшаем вот именно наш принцип работы с данными. Наши карты выглядят приблизительно так. Здесь может быть не очень классная картинка, но в принципе на мониторах вы можете посмотреть это более детально. Ну, там просто картинка поярче. Вот в данном случае, допустим, отображена на карте модель Вологодской области, транспортная модель Вологодской области, ее транспортные отрезки, ну, дороги, да, в привычном языке, транспортные узлы, это как раз-таки перекрестки, ну, и там дополнительный слой, оверлей, кластеров, который показывает количество точек здесь. Плюс слева панелька с настройкой, со слоями, ну, и справа легенда. Это все классифицировано по цвету, по размеру. Ну, в общем, наш интерфейс, я еще покажу демки. Хотелось бы немножко поверхностно затронуть нашу реализацию модуля карты. Как я уже говорил, мы используем view, поэтому карта — это наш отдельный view-компонент. Мы используем только нативные JS-библиотеки, то есть мы не берем, есть на самом деле готовые view-обертки над mapbox, возможно, есть что-то из draw, но мы используем именно нативные JS-библиотеки и поверх них пишем нашу бизнес-логику, наш сложный функционал, который мы хотим сделать, мы пишем поверх них. Если схематично, я вот так набросал схемку, есть условно-родительский компонент карты, к нему подключаются нативные библиотеки для карт, которые нам нужны. У этого компонента есть дети, которые там отвечают за рендеринг панели, там стилизации, либо панели фильтрации, либо легенды. Ну, понятное дело, с навешиванием определенного интерактива. Но также есть еще такая сущность, как контроллеры. И контроллеры как раз таки есть контроллер style-updater, есть контроллер там layer-контроллер. То есть это условно JS-классы, внутри которых происходит магия, которые обновляют объект стилей и обращаются к базовым методам нативной JS-библиотеки Mapbox. То есть вся магия происходит у нас поверх, а потом, когда мы сформировали там условно объект стилей, то мы пробросили его через базовые методы уже в Mapbox. Карта перерендерилась. И еще что хотелось отдельно отметить, это как раз таки, а как мы взаимодействуем с библиотекой, какими средствами библиотеки мы все-таки пользуемся. Их много, они некоторые очень очевидные, но все равно нужно про них поговорить. Во-первых, это добавление и удаление слоев разных типов, точек, линий, полигонов, различных фил экструженов, чтобы поднимать полигоны в 3D. У нас же 3D-карта современная, как без этого. Вижу полигон, хочу экструдировать. Изменение отдельных свойств для слоев, как простое, так и через экспрессион. Здесь имеется в виду, что мы можем просто менять цвет для объектов на карте, либо задавать его в зависимости от какого-то атрибута. Также мы навешиваем обработчики для создания интерактивности. По mouse move мы меняем курсор, чтобы пользователь видел, что вот на это я могу жмакнуть, а на это нет. При клике, допустим, открывать карточку объекта, ну и другие вещи. Я думаю, рассказывать вам, что такое интерактивность не нужно. Отдельно следует отметить фильтрацию в ней в библиотеке. Если вы откроете примеры из того же Mabox, то вы увидите, что, допустим, фильтрация реализована прямо внутри библиотеки. Прокинуто условно тысячи данных, а потом с помощью очень удобных фильтров, которые реализованы в Mabox, вы из этих тысяч показываете только те 100, которые пользователям введено, то значение, которое ему необходимо. Но нам этот способ не очень подходит. Мы занимаемся фильтрацией вне библиотеки. Мы помним, что данных очень много, и не хочется напрягать. Классный крутой Mabox еще вот этим, потому что некомфортно ему будет. Зачем? Зачем? И поэтому мы формируем определенный конфиг, запрашиваем только те данные, которые нам нужны, и в Mabox пусть кушают только то, что нам реально сейчас нужно. То есть фильтрацией мы занимаемся вне библиотеки. Помимо этого, у нас есть отдельные средства визуализации. То есть у нас же одно из направлений – это визуализация данных. И одно из классных средств визуализации, которые мы реализовали, требует, допустим, расчета и отображения дополнительной геометрии. Это так называемые пюры. Когда я, допустим, беру дороги Москвы, я покажу потом эту демку, и в зависимости от значения какого-то атрибута, ну, количество полос у нас будет, я рисую полигон, ширина которого зависит от как раз-таки значения атрибута, и пользователь сразу видит, что вот здесь полигон широкий, поэтому там количество полос большое. То есть на МКАДе она условно будет самая высокая, на трешке тоже, а на каких-то там проспектах поменьше уже. На демке мы это увидим. Еще один из принципов – это подключение дополнительных DECGL слоев. 3D-тепловая карта гексагональная, ARC-layer – это когда мы рисуем классную арку 3D из одной точки в другую. То есть там, ну, в примерах, допустим, у DECGL это там с такси у них визуализация очень классно связанная с такси. Ну и различные там скрит-грит-леер – это тоже такая плиточная тепловая карта, тоже очень классно выглядящая. Ребята еще про это, кстати, расскажут в следующих докладах. У нас такая комплексная получается схема. Меня дополнит точно. И последнее – это подключение как раз-таки дополнительных библиотек и их модификация. То есть это вот как раз про библиотеку с редактированием, которую мы берем и модифицируем под свои цели. Окей. Это была матчасть. Теперь хочется показать вам, что нам удалось реализовать и что можно делать с помощью тех технологий, которые мы используем. Начинается здесь, опять же, удобнее смотреть на телевизорах. Мы, во-первых, ставили своей целью, допустим, когда мы говорим про настройку наших слоев, чтобы карта была живая и отзывчивая. То есть когда мы говорим про то, что мы не хотим заставлять пользователя, а так было в наших первых реализациях, вот он 10 параметров накликал, так, цвет такой, размер такой, там вот это такое, а потом нажал кнопку применить, и только потом увидел результат. Не круто. Круто, когда пользователь меняет слайдер или меняет цвет, и у него вот все вживую отображается. Это классно. Это считаем живой, отзывчивый интерфейс. То есть пользователь сразу видит, что и как поменяется. И также мы можем просто изменять цвет, допустим, да, как здесь, по какому-то, ну, просто цвет любой. Либо выбрать палитру и сделать то же самое по значению атрибута. Это работает с цветом, это работает с размером, но это, в принципе, работает там со всеми, со всей настройкой мастеризации, которая есть. Мы, понятное дело, работаем со всеми типами геометрии. Точки вот были на первом слайде, есть полигоны, есть полилинии. Полигоны, соответственно, тоже мы можем классифицировать по цвету. Здесь показаны транспортные районы Санкт-Петербурга, которые классифицированы там по количеству, по-моему, школ. И, соответственно, для полигонов, для разных слоев есть отдельные свои средства визуализации. Вот как вот мои любимые, фил экстружен. Берем, поднимаем полигоны, показываем. То есть, ну, очень классно визуализировать и анализировать эти данные. Понятное дело, информации очень много. Нам нужно в системе уметь ее показывать. Можно пользователь сам настраивать, какие атрибуты он хочет видеть в поп-апе. Ну, то есть, когда он просто вводит мышку, да, условно, по объектам. Либо открывает карточку объектов, которые видят полноценную же информацию по объектам. Фильтрация, про которую, да, я говорил, что мы выбираем атрибут, по которым мы хотим фильтровать. Делаем такую диаграмму распределения объектов, чтобы пользователь видит, что вот в этом диапазоне значений и у нас больше объектов, здесь меньше. Ну, и, соответственно, меняя слайдер, то есть отправляется новый конфиг на сервер и, соответственно, получаются уже новые данные и подгружаются в Mapbox. Это по атрибуту. И также есть такая же штука по времени, но для этого мы еще разработали отдельный инструмент временной шкалы, где, соответственно, мы можем либо точечно выбирать тот отрезок времени, который нам нужен, либо интервально. Ну, и плюс мы можем менять, допустим, я хочу работать в годах, либо я хочу работать в месяцах, в днях, в минутах, в секундах, в часах. И, соответственно, меняя слайдер, тоже можно смотреть, если у нас есть какие-то временные данные. Ипюры, вот про которые я говорил, это как раз здесь нам необходимо рассчитывать дополнительную геометрию. Здесь я построил ипюры по дорогам Москвы условно и классифицировал их. То есть видите, по кругу, по МКАДу наибольшее количество полос, то есть мы по количеству полос это делаем. Соответственно, мы можем их показать, изменить им цвет и, соответственно, в 3D показать это еще. Понятное дело, есть такие инструменты, как тепловая карта 2D, которая строится просто с средствами Mapbox. Есть карта 3D, которая как раз-таки строится средствами DECGL. Это гексагональная карта. То есть в принципе та же самая по сути тепловая карта. Мы можем ее настраивать, менять палитру, изменять размеры. То есть это все в интерфейсе так интерактивно работает. Кластеризация. Я думаю, тоже не буду вам много рассказывать, что такое кластеризация. Все понимают, когда мы имеем там большое облако точек, то хочется видеть, где большие скопления точек и количество этих объектов. И как раз-таки редактирование транспортных моделей. Здесь я сделал простую демку, когда я вначале создаю транспортные узлы. Я вот создал две точки, это как раз-таки транспортные узлы. Дальше я создаю транспортные отрезки. Они должны выходить из одного транспортного узла и переходить в другой транспортный узел. То есть вот здесь как раз-таки я создаю три транспортных отрезка между транспортными узлами. Создаю отдельно район. Район сначала создается центроид, точка его, да, центральная, ну, так называемый центроид. Потом рисую сам полигон с районом, сохраняю. Ну и последнее я здесь сделал еще точки остановок, про которые я несколько раз говорил. То есть они цепляются именно к транспортному отрезку, и мы, соответственно, можем на них расставить, ну и также сохранить. Это некоторые из наших инструментов, которые мы делаем. То есть вот нам, с используя наших технологий, которые мы используем, вот можно так делать. Мы очень рады, но, понятное дело, нет предела совершенства, и мы имеем еще очень много планов на будущее. И как раз-таки вот несколько планов я хотел бы озвучить. Во-первых, это расширение инструментов стилизации, потому что очень много функционала хочется добавить, как кастомные иконки, свои какие-то подложки со своей стилизацией. То есть много идей, и мы их со временем будем все внедрять. Расширение режима редактирования, то есть добавление новых слоев для редактирования, добавление каких-то плюшек, дополнительных инструментов для этого режима. Хотим сделать свой тайловый сервер. То есть сейчас мы используем векторные подложки Mabox, но сейчас как раз в процессе разработки делаем свой сервер, который на основании данных OpenStreetMap генерирует такие же векторные подложки. Мы потом наложим туда свою стилизацию и будем пользоваться своими векторными подложками Mabox. Хотим добавить работу с телематическими данными. То есть это один из примеров телематических данных, это общественный транспорт. То есть мы хотим, чтобы данные отображались у нас в системе, обновлялись в онлайне, и, соответственно, там с красивой анимацией показывались с просмотром треков, маршрутов и так далее. Ну и чисто фронтенческая инициатива наша, да, моя. Такого опыта еще не было, но очень хочется это сделать. На самом деле есть и другие идеи менее затратные, но все-таки хочется озвучить именно это. Это на основании нашего опыта, вот этого горького, счастливого, сделать и оформить свою view-обертку над Mabox.jl, ну и еще там Mabox.jl draw, ну и опубликовать это в виде отдельного NPM-пакета, чтобы люди, возможно, этим воспользовались, и у них тоже как-то это помогло. Но в целом, ну просто это даже для себя в большей степени это хотелось бы сделать, потому что это классный опыт. На этом все. Спасибо большое. Спасибо. Раз, раз, раз. Окей. Смотри, у тебя сейчас будет очень тяжелая такая задача. У нас есть небольшие призы от Mail.ru. Покажите мне призы. А, вон, дай одну штучку. Сказали, не кидаться только. Да, это вот такие брендированные металлические штучки для воды, если я не ошибаюсь. Да, да, да. И мы отдадим такую штучку за лучший вопрос из зала. Выберет спикер, поэтому запомни, какой вопрос лучший. У нас их есть четыре штуки. Итак, время вопросов. Классно. Победа. Это интересный вопрос. Мы починили трансляцию? Говорят, починили. Ну, вопрос, на самом деле, насчет того, как вы данные выгружаете. То есть я правильно понимаю, что вы в мобок загружаете все данные и с них берете сейчас данные? Нет. Окей, тогда вопрос в том, у вас данные отображаются… Ну, вот вы говорили, что геометрия сначала просто приходит, а потом вы подтягиваете остальные данные. Вы подменяете векторный сурс каждый раз с новыми параметрами, а вы параметры эти как отправляете? Ну, в смысле, get-запросом? Ну, в смысле, get-параметрами? Ну, на самом деле, очень простая логика. Когда человек в списке слоев нажимает на слой, он у него активируется. Мы на карту навешиваем обработчик на move-end, ну, то есть на событие окончания перетаскивания карты. И при каждом таком событии мы отправляем запрос на сервер, в котором как раз-таки сгенерирован текущий экран, ну, там, координаты условно текущего экрана пользователя. И в ответ на это backend отдает только те данные, которые нужны в рамках текущего экрана. Соответственно, при первом запросе мы смотрим, что такого слоя на карте нету, ну, сорса и лейера, соответственно. Мы добавляем сначала сорс, потом лейер. А при следующих проверка, ну, получается, что этот слой уже есть, и просто через set-дату, то есть сорс, ну, находим сорс на карте и через set-дату прокидываем новый GeoJSON, и все. Коллеги, следующий вопрос. У меня есть такой вопрос. Вы когда-нибудь решали проблему такую, как подтягивание данных при преобразовании координат координат из Росреестра в земные координаты? Из Росреестра? Да, в Росреестре координаты идут в виде большого целочисленного значения, которое никоим образом не может быть преобразовано стандартно в обычные координаты, например, там 55, сколько там градусов северной широты и так далее. А, ну, я, наверное, понял вопрос. То есть есть условно-геометрические координаты Меркатор, да, где там у нас и под Эксом… А есть зашифрованные координаты Росреестр в МСК-50. А, ну вот, МСК-50. Ну, вообще… Там, говорят, какой-то ключ нужен. Вы никогда не решали… Нет, нет, мы этим не занимались. Но вообще это не фронт-энд часть, да, вот. Но мы это… у нас такой задачи не было. Я с этим сталкивался. Я, на самом деле, раньше работал вообще не в IT, а в геологии. Вот этим я там постоянно сталкивался. Но, к сожалению, сейчас уже все руки связаны, нельзя. На кофе-бряке обсудим. Кстати, после первых двух докладов во время обеденного перерыва будет пицца. Коллеги, еще вопросы? Прошу. Скажите, а вы в состоянии, когда UI что-то редактируется, но у вас прямо в реал-тайме все меняется? В реал-тайме у вас все меняется, а вы где-то храните состояние текущих настроек за пределами карты, я так понимаю, да? Да, в UX. То есть вы используете в UX? Да, мы используем в UX, и, соответственно, при заходе в приложение мы грузим всю пользовательскую конфигурацию, то, что необходимо пользователю для отдельных слоев. А при выходе из приложения, там, before unload, да, условно, это событие, мы эту всю пользовательскую конфигурацию сохраняем обратно на back. То есть человек, если зайдет потом с другого устройства, то у него все его настройки сохранятся. Ну и, понятное дело, в UX мы обращаемся прямо с компонента. Вот как раз я показывал схему, да, там есть у меня дети, и там есть ребенок, там панель стилизации. Он, соответственно, обращается в UX, меняет настройки, а потом просто там обычная мутация там срабатывает и сохраняет данные на сервер. Еще коротенький вопрос. Сколько времени ушло на создание этой системы в текущем состоянии? Ну, мы разрабатываем ее около года, но здесь надо отметить, что мы сначала делали это все на Цезиуме, потом OpenLayer все, познакомились с Deck.JL мы осенью, где-то в октябре, то есть перенесли с Цезиума на Deck.JL, а перенесли все на Mapbox еще раз мы в начале этого года, в январе. Последний вопрос первому спикеру, прошу. Это, конечно, все очень хорошо. Меня интересует, какие задачи поставил заказчик, чтобы были инициализированы такие разработки в фронт-энде? Или, может быть, ты скажешь, какие задачи можно будет решать с помощью этих инструментов и твоих планов на будущее? То есть для чего это все? Понятно, что там лучшая интерактивность, удобное использование, но, может быть, это для, как ты говорил, транспортных компаний или министерства транспорта. Зачем это все вообще? Ну, здесь, наверное, лучше это обсудить на кофебрейке, потому что моей задачей, ну, в первую очередь, стояло именно обсуждение инструментов, но в целом у нас сейчас два направления разработки. Это, во-первых, GIS-эксон онлайн, чтобы у нас уже люди пользуются нашей системой, допустим, в Челябинске есть какие-нибудь слои светофорных постов и других объектов транспортной инфраструктуры, и люди просто ведут учет, систематизацию вот этих всех объектов на карте. Они могут их отстилизовать как им угодно, могут добавить к ним данные, прикрепить к каждому отдельному объекту файлы, и просто это такая систематизация учет. Это одно. Ну, и потом, конечно же, это все еще синхронизируется со временем, то есть в привязке ко времени. То есть можно посмотреть развитие объектов. То есть, допустим, у объектов есть год реализации, и, соответственно, можно посмотреть это с привязкой ко времени. А второе направление — это как раз-таки моделирование транспортных потоков. Сейчас очень многие системы подобного рода, они заточены именно только под визуализацию, либо только под редактирование. А мы как раз хотим в своей системе сделать так, чтобы пользователь не просто мог визуализировать данные, но и полноценно их редактировать, создавать новые объекты. Справедливо. Но я думаю, детальнее можно будет обсудить за бицей. Итак, время тяжелых решений и хорошей памяти. Кому уйдет вот этот брендированный мини-термос? Я много тоже не буду думать. Человек с двумя вопросами. Окей. Аплодисменты спикеру. Спасибо. Аплодисменты человеку, задавшему два вопроса. Вот это все. Продолжение следует...